Первый день работы комплекса не до церемоний. Да и какие тут могут быть торжественные речи. Новое производство открывают в исправительной колонии строгого режима. Комплекс по переработке пластика внешне напоминает увеличенную копию химической лаборатории. Здесь что-то дымится, сыпется и очень шумно. Содержательная часть производственного процесса чем-то напоминает ИК. На исправительные работы по этапу отправлен экологически вредный пластик. Его отмывают и перерабатывают в мелкую крошку. Это первая линия, которая построена на юге региона. Частичная линия есть в Волгоградскую область, частичная линия есть в Ростовскую область. Но вот это полный цикл, который сегодня здесь запущен. Пластиковая фракция станет основой для производства синтепона, утеплителей, геотекстиля, теплоизоляции и упаковочной ленты. Уже заключены договоры на поставку в крошки города Центральной России, Москву, Нижний Новгород, Сыктывкар. А вот, собственно, сами бутылки завозят из Дагестана и Чечни. Астраханский пластик собирает экоцентр. И не исключено, что в скором времени местный мусор отправится в места не столь отдаленные. Нет аренды. Вообще аренды нет. Мы оплачиваем готовую продукцию, зарплату осужденным. Поэтому вопрос аренды решен. Плюс здесь достаточно хорошая производственная база, ремонтные цеха и прочее. Поэтому здесь достаточно, в определенном смысле, здесь проще открывать производство. Пока на сортировке и переработке работают 16 человек из спецконтингента. За сложенным технологическим процессом и оборудованием следят специально обученные люди. Технически подкованных специалистов можно найти и среди осужденных. Я просто любитель всей этой техники, разбираюсь много в чем. У меня много профессий. Я и электрик, и в котельне могу работать, и водитель. Много всего. Всех перечислять. Новое предприятие заработало на правах частного государственного партнерства. Предприниматель вложил деньги в оборудование, а это примерно 16 миллионов рублей. Свободные производственные площади предоставили в исправительном учреждении. В этом году по госпрограмме ИК номер два получило 8 миллионов на создание новых рабочих мест и покупку оборудования. В пустующих производственных помещениях здесь достаточно. Общий объем внушительный – 8 тысяч квадратных метров. Но совсем скоро свободными и их будет сложно назвать. На сегодняшний день у нас размещены производственные площадки к швейной производству. Это пищевой производство, консервно-посолочный цех. В первых числах декабря мы будем открывать вторую линию цеха по производству консервированной продукции, которой в рамках федеральной целевой программы выделены денежные средства и приобретены оборудование, проведены ремонтные работы строительные. И 1 декабря мы планируем контрольный пуск данной производственной площадки. Новый комплекс по переработке пластика уже в следующем году станет производством непрерывного цикла. Из пластиковой крошки здесь же, во второй колонии, будут производить синтепон. Случится это уже в 2021 году. Элеонор Лем, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.